Телевидение СССР Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Внимание! Включаем Красную площадь! Внимание! 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 Дорогие товарищи, с праздником! Наши телевизионные камеры и микрофоны на Красной площади столицы. До начала торжества остается несколько минут, и у нас есть возможность показать вам в праздничном убранстве главную площадь нашей страны. Такой вид открывается со Спасской башни Кремля. Торжественно, красочно. А это работают камеры, находящиеся на гостинице «Националь». Мы видим участников парада, колонны демонстрантов. Красная площадь. Для советского человека нет места священнее и дороже. Сюда, к знакомым кремлевским стенам, приносим мы свои надежды, раздумья о жизни, мечты о будущем. Здесь острее становится в душе каждого чувство Родины, единой семьи советских народов. Построены войска для парада. Эти воины – внуки и правнуки тех, кто с оружием в руках в октябре 1917 года завоевывал советскую власть. Тех, кто в суровые годы Великой Отечественной защищал нашу Родину, кто принес нам победу, в сорокалетие которой наш народ, все прогрессивное человечество отметят в мае будущего года. Сейчас, товарищи, с помощью кинохроники мы перенесемся на четыре десятилетия назад, 7 ноября 1944 года. В этот день, 40 лет назад, 7 ноября 1944 года, был обнародован приказ Верховного Главнокомандующего номер 220. В нем отмечалось, что к 27-й годовщине Октябрьской революции героическими усилиями Красной Армии и Советского народа наша земля очищена от немецко-фашистских захватчиков. Победные салюты в 1944-м гремели над Москвой все чаще и чаще. 1944 год стал годом полного освобождения Белоруссии, Украины, Молдавии, Республик Советской Прибалтики, Заполярье. Государственная граница СССР, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 года, к 27-й годовщине октября, восстановлена на всем протяжении, от Черного до Баренцева моря. До победы оставалось ровно полгода. А такая Красная площадь теперь, через 40 лет. Здесь с каждым прожитым годом полнее ощущаем мы общность наших судеб, единство наших целей, величие наших планов. Заполнены трибуны площади. Сюда пришли передовики производства Москвы и Подмосковья, ветераны войны и труда, знатные люди, молодежь. Здесь же и зарубежные гости, приехавшие в Москву, чтобы вместе с нами отметить революционный праздник, представители коммунистических и рабочих партий, профсоюзных организаций более чем ста стран мира. На прибыли мавзолея руководители Коммунистической партии и Советского государства. Присутствующие на Красной площади горячо приветствуют генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии и Советского Союза, председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко, членов Политбюро ЦК КПСС, кандидатов, члены Политбюро ЦК КПСС, секретарей ЦК КПСС. КОУНИЕЦ not Субтитры создавал DimaTorzok На кратку! Праздник, посвященный 67-й годовщине Великого Октября, начинается парадом войск. Военный парад принимает первый заместитель министра обороны СССР, маршал Советского Союза Соколов. Командует парадом командующий войсками Ордена Ленина Московского военного округа генерал армии Лушин. Товарищ маршал Советского Союза, войска Московского гарнизона для парада, Воззнаменование 67-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции построены. Командующий парадом генерал армии Лушин. Традиционный объезд войск. Он начинается от исторического музея, где выстроились головные батальоны. Традиционный объект. Великой Октябрьской социалистической революции. Командующий парадом генерал армии Лушин. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 67-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! 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 Участники парада представляют все родовольск. И приветствуя парадные расчеты, первый заместитель министра обороны как бы обращается в эти минуты ко всем, кто несет боевую вахту в небе, на земле и на море, надежно охраняя мирный труд своего народа. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 67-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 67-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! 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 Сейчас первый заместитель министра обороны СССР, маршал Соколов и генерал армии Лушев направляются на площадь имени 50-летия Октября. Здравствуйте, товарищи! Ура! Ура! Поздравляю вас с 67-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! Ура! Здесь, на площади, выстроились готовые к торжественному маршу бронетранспортеры, боевые машины пехоты и десанта, танки, артиллерия, ракетные установки. Ура! Здравствуйте, товарищи! Ура! 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 Поздравляю вас с 67-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В парадном строю с развернутыми знаменами Мотострелки, танкисты, ракетчики, артиллеристы Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 67-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Субтитры создавал DimaTorzok Быть на чеку в постоянной готовности к защите и завоевании социализма Девиз всеармейского соревнования войны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Объезд войск закончен Сейчас прозвучат фанфары Сигнал слушайте все И первый заместитель министра обороны СССР Маршал Советского Союза Соколов Произнесет речь Субтитры создавал DimaTorzok Война! Товарищи воины советских вооруженных сил Трудящиеся Советского Союза Уважаемые зарубежные гости От имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Президиума Верховного Совета СССР И Советского правительства Приветствую и поздравляю вас Со всенародным праздником 67-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции Победоносная Социалистическая Революция Осуществленная Под руководством Партии Большевиков Во главе с Владимиром Ильичом Лениным Свергла строй эксплуатации И угнетения Ознаменовала коренной поворот В судьбах народов Нашей страны Вывела их на путь Всестороннего социального Экономического И культурного развития Героическим трудом Советского народа В нашей стране Построен социализм Октябрьская Революция Положила начало Новой эпохе Всемирной истории Эпохе перехода От капитализма К социализму Стало источником Глубочайшего Экономическому Социального Обновления мира Это наглядно Подтверждается Постоянным укреплением Позиции социализма На международной арене Международного Коммунистического И рабочего движения Сегодня Славную годовщину Великого Октября Вместе с нами Торжественно отмечают Трудящиеся братских стран Социализма Все прогрессивное человечество Советские люди Встречают этот праздник В обстановке Высокого Политического И трудового подъема Своим самоотверженным Трудом Они крепят Экономическую И оборонную Мощь Родины Наш народ Настойчиво борется За осуществление Решений 26-го съезда КПСС Успешное Выполнение Планов 1984 Года Заданий 11-й Пятилетки Все больший Размах Получает Социалистическое Соревнование За достойную Встречу Сорокалетия Победы Советского народа В Великой Отечественной Войне Трудящиеся Нашей страны Воины Армии И флота С горячим Одобрением Восприняли Решение Октябрьского 1984 Года Пленума Центрального Комитета Партии Речь Генерального Секретаря ЦК КПСС Председателя Президиума Верховного Совета СССР Товарища Константина Густиновича Черненко Как новое Проявление Заботы Партии О советском Человеке Верный Идеалом Октября Ленинским Принципом Внешней Политики Советский Союз Выступает Неизменным И непоколебимым Знаменосцем Мира Уменьшению Угрозы Войны Оздоровлению Международного Климата Препятствуют Политические Установки И агрессивные Действия Правящих Кругов Соединенных Штатов Америки И блока НАТО Они пытаются Добиться Военного Превосходства Над Советским Союзом И его Союзниками Безудержно Взвинчивает Гонку Вооружений Блокирует Переговоры В области Ограничения Вооружений Предотвращение Милитаризации Космоса С позиции Силы Стремятся Диктовать Свою волю С уверенным Государством Серьезная Угроза Создана Размещением Американских Ракет Средней Дальности В Западной Европе В этой Обстановке Высоко Организованный Добросовестный Труд Во имя Укрепления Могущества Нашей Родины Является Первейшей Гражданской Обязанностью И патриотическим Долгом Каждого Советского Человека Коммунистическая Партия И советский Народ Делают И будут Делать Все Чтобы Обороноспособность Страны Боевая Готовность Вооруженных Сил Были На высоком Уровне Безопасностью Своей Страны Безопасностью Наших Союзников Мы Никогда Не поступались И не поступимся Советские Воины Воспитанные В духе Беспредельной Преданности Коммунистической Партии Социалистической Родине Своему Народу Верные Революционным И боевым Традициям Надежно Стоят На страже Мирного Созидательного Труда Советского Народа В едином Боевом Строю С воинами Армии Государств Участников Варшавского Договора Они Поддерживают Высокую Бдительность И всегда Готовы С честью Выполнить Свой Патриотический И интернациональный Долг Да здравствует 67-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции Да здравствует Героический Советский Народ И его Доблестные Вооруженные Силы Слава Ленинской Коммунистической Партии Советского Союза Вдохновителю И организатору Всех Наших Побед Ура 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Прозвучал гимн Советского Союза. Отгремели залпы артиллерийского салюта в честь 67-й годовщины Великой Тябрьской Социалистической Революции. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Команды к началу торжественного марша. Линейные занимают свои места. Остальные направо! На плечу! Равнение направо! Шагом! Вот он, ритм парада. На площади самые юные участники парада, воспитанники Московского военно-музыкального училища. Безукоризненная выправка, бравый воинский вид, четкий шаг. Это будущие дирижеры военных оркестров. Среди выпускников училища много талантливых музыкантов. На Красной площади военные академии советских вооруженных сил. По главе 1-го офицерского батальона, знамя с лентами орденов Ленина, Октябрьской революции, Красного знамени, ордена Суворова. Это академия имени Фрунзера. Первая военная академия советского государства. Год ее рождения – воевой 18-й. Шуков и Буденок, Чапаев и Конь, Чуйков, Долбухин и многие другие легендарные герои минувших сражений – ее выпускники. Сегодня среди слушателей молодые офицеры удостоены замужества и воинскую доблесть при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан с золотой звезды героя. На Красной площади военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия имени Ленина. Идут наследники красных комиссаров. Комиссар – это слово пришло к нам из гражданской и великой отечественной. Люди коммунистической убежденности, духовной чистоты, мужества и отваги. Их призыв коммунисты вперед, как эстафета, передается из поколения в поколение. Перед мавзолеем слушатели военной орденов Ленина Октябрьской революции и Суворова Академии имени Дзержинского. Среди ее воспитанников 66 героев Советского Союза, 19 героев социалистического труда, свыше 200 лауреатов Ленинской и Государственной Ленины. Командиры знаменитых «Катюш» первых ракетных батарей были слушателями Академии. На Красной площади военная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная Академия бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского. Во главе парадного расчета шагают те, кто 40 лет назад сражался за свободу и независимость Родины. Доктор наук, генерал-лейтенант Буц. В боях под Москвой он был командиром танкового взвода и за один бой уничтожил 10 фашистских танков. На марше батальона офицеров военно-инженерный орденов Ленина Краснознаменной Академии имени Куйбышева. Это одно из старейших в нашей стране высших военных учебных заведений. В этом году оно отметит свое 165-летие. В Академии преподавал замечательный советский ученый, патриот и воин генерал Карбышев. Сегодня здесь повышают квалификацию военно-инженеры многих специальностей. В парадном строю более 80 слушателей Академии, награжденных в мирное время за мужество и героизм боевыми орденами и медалями. В парадном строю слушатели военной ордена Октябрьской революции Краснознаменной Академии химической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко. Созданная в годы первых пятилеток, Академия стала одним из крупнейших военно-технических центров и воспитала тысячи высококвалифицированных офицеров. Перед мавзолеем военно-воздушная краснознаменная ордена Кутузова Академия имени Гагарина. На всех фронтах сражались питомцы Академии. 676 ее воспитанников, герои Советского Союза. Подвиги 38 из них отмечены золотой звездой Башды. Сегодня в строю первоклассные пилоты, опытные штурманы. Все участники парада – коммунисты. На Красной площади военно-воздушная инженерная ордена Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная Академия имени профессора Жуковского. В ней учились прославленные командиры военно-воздушных сил, всемирно известные конструкторы Ильюшин, Микоян, Якулев, космонавты Гагарин, Титов, Николаев, Леонов и другие. В парадном строю балтийцы – курсанты Калининградского высшего военно-морского училища. Под бело-голубым флагом – участники дальних походов. В суровых буднях флотской службы проходят они закалку, мужают, становятся отличными командирами. На площади – воздушные десантники. Их девиз – с неба на землю и в атаку. Семь раз салютовала столица в годы Великой Отечественной в честь боевых успехов десантников. Отважные, стремительные, сильные – они обучены действовать внезапно, дерзко и решительно. В самых неожиданных ситуациях – четко выполнять боевую задачу. Равнение на мавзолей держат курсанты Московского высшего пограничного командного ордена Октябрьской революции Краснознаменного училища имени Моссовета. Многие курсанты, которые проходят сейчас в парадном строю, во время пограничной службы награждены за мужество и отвагу. Идет морская пехота. Морские пехотинцы прибыли на парад с берегов Балтики. Эти парни воспитаны на традиции бесстрашных корабельных десантов минувшей войны. Их особая физическая подготовка, отличное владение всеми видами современного оружия делают морскую пехоту ударным отрядом атаки. За успехи, достигнутые на учениях, это соединение морской пехоты дважды награждено вымпелом министра обороны за мужество и воинскую доблесть. На Красной площади ордена Ленина Краснознаменная имени Дзершинского дивизия внутренних войск. Дзершинцы охраняли штаб революции Смолья, сражались с врагами советской власти, участвовали в рейдах Первой конной армии. Массовый героизм проявили воины соединения в годы Великой Отечественной войны в боях под Москвой, на Волховском и Западном фронтах. А сейчас на площади суворовцы, воспитанники Московского и Калининского училища. Для многих из них этот парад первый. Но как хорошо, как слаженно идут будущие офицеры. Под звуки марша скорого по-юношески здорово чеканит шаг суворовцы, наследники суворов. Снова перед мавзолеем белоголубой военно-морской флаг. В парадном строю будущие покорители морских и океанских просторов. Питомцы Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. Идут сплоченно, нерушимо, во всем усердия полны. Как будто адмирал Нахимов глядит на них со стороны. Торжественный марш частей и подразделений в пешем строю завершают кремлевские курсанты. Так обычно называют курсантов Московского высшего общевойскового командного орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменного училища имени Верховного совета РСФСР. По указанию Владимира Ильича Ленина, в декабре 1917 года началась здесь подготовка красных командиров. Курсанты училища, участники всех военных парадов. Всех, кроме одного, 7 ноября 1941 года. Тогда в составе отдельного курсантского полка они стояли насмерть на подмосковных побежах. Денето наerditor затяжки, участников училища, участники展ки для современного судья, защита л�� 1982 года, и сохраняйте на передачи и очередиizers на подмосковных к souhaiteх». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас начнется марш боевой техники Наша страна готовится отметить 40-летие победы в Великой Отечественной войне Бессмертный подвиг совершили в этой грандиозной битве советский народ и его вооруженные силы Под руководством коммунистической партии они отстояли свободу и независимость социалистической родины Защитили дело октября, с честью выполнили патриотический и интернациональный долг Они внесли решающий вклад в победу над фашистской Германией, в освобождение Европы, в спасение мировой цивилизации На марше подразделения гвардейской мотострелковой Таманской краснознаменной ордена Суворова дивизии имени Калинина За бои под Смоленском в первый год Великой Отечественной войны дивизии вручено гвардейское знамя 18 раз салютовала Москва в честь побед, одержанных Таманцев 33 ее воина стали героями Советского Союза Строго держа равнение, идет боевая техника Машины с противогранковыми ракетами, птурами, бронетранспортеры, боевые машины пехоты Стремительность и огневая мощь, натиск, маневр, дерзость в атаке и стойкость в обороне Вот что такое современная мотострелковая дивизия Аверсиран Стремительность и заветный Стремительность that comes from Топор На боевых машинах десанта воины крылатой пехоты. Воздушные десантные части могут быть переброшены в любой район боевых действий, чтобы внезапно и стремительно обрушиться на врага, нанести сокрушительные удары по тылам противника. Свои возможности десантники не раз показывали на учении. На марше подразделения гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Андропова. Воронеж, Сталинград, Курская Дуга. Знаменитый рейд на помощь восставшей Праге. На самых важных направлениях, на остриях главного удара сражались танкисты-кантемировцы. Гвардейцы 80-х, как эстафету, приняли у своих отцов и дедов любовь к отчизне, готовность к победу. На Красной площади колонна артиллерии, части противовоздушной обороны, подразделения ракетных войск. В годы Великой Отечественной войны артиллерия была главной огневой ударной силой сухопутных войск. Наши артиллеристы с сокрушительным огнем сметали укрепление врага, уничтожали его боевую технику, прокладывали путь к победе. 500 артиллерийских частей заслужили гвардейское звание. Сегодня Советская Армия располагает самоходной, реактивной, пушечной и гаубичной артиллерии, истребительно-противотанковыми орудиями, минометами. Она видит глазами электронных приборов, инфракрасной техникой, радиолокаторами. Замыкают колонну установки, родословной которых идет от знаменитых «Катюш». На Красной площади зенитные ракетные подразделения. На боевых машинах сложнейшая техника, созданная для защиты воздушных рубежей нашей Родины. Войска противовоздушной обороны – это автоматизированные системы управления, радиолокаторы большого радиуса действия, всепогодные ракетоносные истребители-перехватчики. На дальних подступах к объекту, на любой высоте, днем и ночью, враг будет найден и уничтожен. На учениях «ЩИТ-84» войска Объединенных Вооруженных Сил Государств, участников Варшавского договора, проявили духовное единство, высокую политическую сознательность, преданность интернациональному долгу. Учение названо «ЩИТ-84», а крепость этого щита – в надежности каждого воина. И в наступлении, и в обороне они показали отличную выучку, четкое взаимодействие, умелое владение боевой техникой. Братство по оружию – надежный щит мирного труда народов социалистических стран. На марше гвардейской зенитной ракетной Путиловско-Кировской ордена Ленина полк ПВО. История этой прославленной части началась еще в 1917 году. Она была создана по личному указанию Владимира Ильича Ленина. Путиловские рабочие стали первыми воинами этого полка. На площади подразделения ракет тактического и оперативно-тактического назначения. Мощные тягачи несут не только ракеты, но и весь сложный комплекс электронной аппаратуры, которая необходима для их пуска и точного поражения целей. Надежное и грозное оружие дали воинам советские конструкторы и инженеры. Выступая на всеармейском совещании секретарей комсомольских организаций, Константин Устинович Черненко сказал, «Незаменимую роль играет сдерживающая мощь нашего оборонного потенциала. Ныне он является не только гарантом созидательного труда советского народа, но и гарантом всеобщего мира на землях». Заканчивается военный парад в честь 67-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Слово молодому воину, участнику всеармейского совещания секретарей комсомольских организаций, герою Советского Союза Руслану Аушеву. Пожалуйста. «Наверное, нет такого человека, на которого бы военный парад не произвел впечатления. Я горжусь тем, что принадлежу к нашим советским вооруженным силам, что сам принимал участие в военном параде на Красной площади, проходил в парадных расчетах. А ведь за рычагами танков и боевых машин в этих расчетах сидят самые обыкновенные парни с разных концов нашей страны. Мне не раз приходилось видеть наших воинов в различной обстановке, порой подчас очень сложной. И что отличает нашу молодежь? Это готовность к подвигу, взять на себя самое тяжелое, с честью выполнить свой интернациональный и патриотический долг. «Народ нам доверил грозное оружие. И партия, государство делает все необходимое для нашей армии. Для нас, советских воинов, защита Родина – одна из самых почетных и ответственных обязанностей. Этот парад – рапорт нашей партии, нашему народу о готовности наших вооруженных сил с честью выполнить свой долг. И пусть знают те, кто выначит агрессивные планы, что наша армия была, есть и будет непобедимой». На Красной площади колонна празднично украшенных автомашин, предваряющих демонстрацию трудящихся. На больших многоцветных панно, как бы эпиграф к сегодняшнему празднику, главные его лозунги – «Ленин, партия, октябрь». 67 лет назад на планете начался отсчет нового времени, небывалого, героического, устремленного в будущее, времени, связанного с судьбой каждого из нас. Завоевания октября легли в основу всей нашей жизни. Наши отцы и деды отстаивали их с оружием в руках. И всегда в труде и в бою впереди были коммунисты. Мы говорим «наша партия», потому что все, чем живем, к чему стремимся, за что боремся, находит отражение политики КПСС. Непоколебимое единство партии и народа. Сегодня еще раз весомо и зримо на праздничной Красной площади находят свое подтверждение слова генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Константину Стивеновичу Черненко. Партия твердо идет избранным путем, путем коммунистического созидания и мира. Сейчас по ступеням мавзолея поднимаются самые юные участники сегодняшнего праздника. Ребята в красных галстуках дарят цветы и вручают алые банты руководителям Коммунистической партии и Советского государства. Это стало доброй традицией праздника. Редактор субтитров А.Семкин Впереди праздничных колонн знамя столицы. Революционные, трудовые и боевые свершения москвичей отмечены золотой звездой города-героя, двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции. Равнение на это знамя, равнение на славные традиции столичного пролетариата держат сегодня все трудовые коллективы многомиллионного города. Праздничные колонны московских районов заполнили главную площадь страны. Идет Москва, трудовая, Москва рабочая. Девять потоков. Москворецкий, Пролетарский, Ленинский, Краснопресненский, Фрунденский, Свердловский, Держинский, Бауманский, Калининские районы. Да здравствует 67-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! В первых шеренгах Москворецкого района машиностроители завода имени Владимира Ильича. В его цехах выступал Ленин. Почти полвека назад Ильичевцы одними из первых поддержали починь знатного шахтера Донбасса Алексея Стаханова. Сегодня они в числе активных участников всенародного соревнования, посвященного 50-летию стахановского движения. Красной площадью всей стране рапортует сегодня трудовая Москва. Красная пресса. На ее баррикадах занималась заря революции. Над колонной краснопресницев гигантский горящий факел, символ верности делу Октября. Рапортует трудовая Москва. На сотни миллионов рублей сверхплановой продукции выпустила за 10 месяцев года промышленность столицы. Многие из тех, кто идет сейчас в праздничных колоннах, завершили к 7 ноября личные годовые планы. А всего почти 300 тысяч москвичей, сотни коллективов, цехов, участков, бригад вышли на этот рубеж. КОНЕЦ Слава великому советскому народу, строителю коммунизма, стойкому и последовательному борцу за мир! Ура! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Непоколебимое единство партии и народа, верность заветам великого Ленина – залог всех наших побед! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok О чем мечтаем, что приближаем своим трудом Совсем скоро войдем мы в год 1985-й, завершающий год пятилетки И хотя осталось еще немало незаконченных дел, можно уже сказать Эта пятилетка заметно продвинет нашу страну вперед В промышленности, в сельском хозяйстве удалось увеличить выпуск продукции на сотни миллиардов рублей Введено в строй свыше тысячи крупных промышленных предприятий Возросла дача полей и ферма Особенно отрадны социальные перемены на селе За четыре года пятилетку почти 10 миллионов новоселов На улицах наших деревень стало оживленнее Ведь у каждой второй семьи теперь автомобиль или мотоцикл Да и сами сельские семьи многочисленнее Рождаемость достигла самого высокого уровня за последние 20 лет Статистика отмечает Отток сельского населения в города сокращается Повышается благосостояние тружеников, колхозов и совхозов Октябрьский пленум ЦК КПСС еще раз подчеркнул Высшая цель деятельности партии Неуклонное повышение уровня жизни советских людей Повышается благосостояние тружеников, колхозов и вставок Всех долбишь вперед! Щировое желтое! Всех долбишь вперед! Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Хозяева небо, подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон.